Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Сегодня у нас с вами финал. Это значит, что через несколько минут мы узнаем, кто стал победителем в стране безопасности на этой неделе. Ребята, сегодня предстоит вам очень серьезная борьба. Вы готовы к ней? Да. Вы успели уже показать себя как очень серьезные соперники, поэтому я думаю, все у вас получится. Все предыдущие три дня мы с вами говорили о безопасных правилах поведения в разных ситуациях, правильно? Говорили о метели, о большом снегопаде, много внимания уделили тому, как вести себя при обморожениях, чтобы они не привели к еще более опасным ситуациям, правильно? Я надеюсь, что на практике, ребята, вам все это не пригодится, но знать это вы должны, хотя бы для того, чтобы оказать помощь другим людям. Согласны со мной? Да. Сегодня вас ждет тоже очень интересный рассказ от нашего эксперта по безопасности Марии Александровны, но об этом чуть позже. А сейчас время приступать к нашему первому конкурсу. Это снова будут загадки, но отгадки на этот раз вам нужно будет написать на стенде. Заодно проверим, насколько вы грамотно пишете. Правильный ответ, ребята, здесь стоит 3 фишки, плюс 1 фишка за скорость. Это задание стоит много фишек, но, ребята, оно со штрафными санкциями, так сказать, очками. За каждую ошибку я буду у вас из вашей копилки забирать по одной фишке. Так что нужно быть очень внимательными. Ну что, начали? Подходим к стендам, берем в руки маркеры. Итак, ребята, слушаем первую загадку. Видно, речка замерзала и укрылась одеялом, а раскрыться вряд ли сможет, если солнце не поможет. Но когда весна придет, одеяло пропадет. Как называется это одеяло, которое сковало речку? Я. Я вижу, что ты быстрее. Но главное, что вы вдвоем правильно ответили. Это что? Нет. Лед. Быстренько я сейчас расфасую, так сказать, фишки наши. У Ильи четыре, у Александры три. Так, четыре, три. Следующая загадка. С неба падают зимою и кружатся над землею. Легкие, пушистые, белые. Кто же первый? Я. Снова, Илья, ну-ка, ошибки. Смотри, есть ошибка, исправляй быстренько. Снежин. А у тебя все верно, умничка. Ну вот, жиши, мы пишем с какой буквы? Буквы, И. И, конечно. Ты изначально написал первый, но у тебя была ошибочка. Поэтому я дам каждому из вас по три фишки за правильный ответ просто. Хорошо? Это будет справедливо. Если бы без ошибки, тогда бы Илья заработал четыре, а так три. Следующая загадка. Не сосите сорванцы. Ледяные леденцы. Сам глотаю я пилюльки, потому что ел. Что ел? Теперь таблетки приходится пить. Пишите, понятно, чтобы наши телезрители видели. Как вы умеете красиво писать. И могли раз... Сосульки. Сосульки. Одновременно ответили, но... Ну, ты можешь посмотреть у Ильи. У него написано верно. Смотри, где у тебя ошибка? Сос. Сос. Конечно, сосульки. Сосульки. Но, тем не менее, одну фишку я вынуждена от тебя забрать, потому что ей была ошибочка. Поэтому две фишки тебе. Две фишки тебе. А тебе, Илья, три за правильный ответ. Хорошо. Ну что? А загадок у меня больше нет. Кладите фломастер и присаживайтесь. Молодцы, ребята. Вы неплохо справились с моим первым заданием. Его итоги мы подведем чуть позже, уже в самом-самом конце всей нашей игры. А сейчас я хочу, ребята, задать вам вот какой вопрос. Обратите внимание, у нас тут в студии есть предмет такой интересный. Вы знаете, как называется вот это устройство? Саш, посмотри за спину, повернись. Обогреватель. Обогреватель, правильно. Ребята, для чего нам нужен обогреватель? Сашенька. Чтобы согреть квартиру. Правильно. Когда зимой нам холодно, мы можем включить обогреватель, и он поможет нам согреться. И таким образом этот электрический прибор приносит пользу людям. Но, ребята, при неправильном обращении с этим прибором, он может представлять серьезную угрозу для человека. Вот подробнее об этом нам расскажет наш эксперт по безопасности Мария Александровна. И она уже вышла с нами на связь. Ребята, привет. Здравствуйте. С наступлением холодов каждый стремится, чтобы в доме было тепло. Для этой цели нередко используется электрический обогреватель. Ребята, как вы считаете, может ли его использование навредить человеку и каким образом? Если долго не выключать, может... Или окаленные провода, может... Случится что? Пожар. Правильно. И если одежду наверх положить, она может со временем, если оставить его включенным, сгореть. Правильно, Александра. Молодец. Слушаем дальше, Марию Александровну. Ребята, в настоящее время существует множество разных видов электрических обогревателей. Но не стоит забывать, что все без исключения обогреватели способны приносить в дом не только тепло, но и опасность. Некоторые устройства могут сильно нагреваться. Если до них дотронуться рукой, можно серьезно обжечься. Особенно пожароопасны самодельные обогреватели или неисправные устройства. Важно знать, что сгораемые материалы, находящиеся вблизи включенного обогревателя под воздействием температуры, могут загореться. А еще, ребята, важно помнить, что играть в непосредственные близости к включенному обогревателю, а также самостоятельно их использовать, категорически запрещено. Пользоваться обогревателем могут только взрослые. А на сегодня это все. Я пока не знаю, кто из вас победил, зато одно знаю точно. Теперь о безопасности вы знаете намного больше, и это самый главный результат. Итак, ребята, последнее испытание на сегодня, последняя возможность заработать фишки и определить победителя мы с вами должны. Сразу скажу, что тот из вас, кто внимательно слушал нашего эксперта по безопасности Марию Александровну на протяжении всех четырех дней, с легкостью ответит на те вопросы, которые я сейчас вам буду задавать. Ребят, полный ответ на мой вопрос стоит три фишки. Если вдруг сопернику придется вас дополнять, то часть этих фишек ваших заработанных переходит в его копилку. Так что постарайтесь дать максимально полный ответ самостоятельно, чтобы заработать больше фишек. Кто начнет первым отвечать на мои вопросы? Ой, вдвоем хотите? Ну-ка выбираем, кому попадется фишка. Тут и начинает, девочка у нас начинает. Ну, как джентльмен, я думаю, ты не против. Да? Пусть Саша начнет первое. Итак, Александра, первый вопрос твой, он из первого дня соревнований. Так что вспоминай все и отвечай. Чем опасен сильный снегопад? Снегопад. Он может навредить человеку, кого-нибудь дуть маленьких. Снегопад, если с ветром дует, да, может снести, да, есть такое дело. А еще, еще вспоминаем, более полный дел. Еще он может сломать крышу. Правильно, кровля может обрушиться под действием большого покрова снега. Хорошо, еще Александра, может быть, что-то вспомнишь. Чем еще опасен сильный снегопад? Так, ну ты пока думай, может быть, что-то еще вспомнишь. Я смотрю, Илье, Илье есть что дополнить, пожалуйста. Он может прорвать провода электропередач. Правильно. Ну что ж, Александра, ты зарабатываешь у нас две фишки. Чуть-чуть дополнял тебя Илья, поэтому одну фишку мы ему присудим. И две тебе. Хорошо, вспомнили все общими усилиями, что нужно. Так, второй вопрос. Илья твой, он со второго соревновательного дня. Скажи, пожалуйста, чего нельзя делать при переохлаждении? Сразу лезть в горячую ванну. Нельзя начинаться это место снегом. И надо идти. Домой идти, правда? На улице оставаться нельзя. Молодец, все вспомнил. Все самое важное назвал. Ай да молодец, браво. Три фишки. Третий вопрос. И третий соревновательный день. То есть вчерашний, Александра, вспоминаем. Как правильно себя вести, если в дороге вас застала метель? Метель нельзя идти точно одному. Так, еще. Метель будет дуть в глаза и будет плохо видно то, что едет. А как правильно вести себя? Это понятно, это опасно этим метель. Может и то случится. А что делать, чтобы обезопасить себя в таких погодных условиях? Можем достаться до... Да, это самый правильный. Но если вдруг в дороге тебя застала метель, то есть ты уже пошла, а метель пошла в тот момент, когда ты была уже в дороге. Первое идти с родителями. Точно, точно. Так, ну хорошо. Думай, еще может быть что-то вспомнишь важное, Илья, дополняй. Держаться дальше от легких зданий и электропродачи других, и построек, которые могут снижать метель. Молодец. Ты сказал то, что нужно было сказать, ответ на этот вопрос. Так, значит, таким образом распределяем фишки. Одну Александре, а две Илье, потому что он очень дал правильный ответ на этот вопрос. А ты, получается, его как дополнила. Хотя... Вот. Ну что, следующий вопрос, последний, кстати говоря, Илья. Твой вопрос. Скажи-ка нам, пожалуйста, вспомни, чем опасен электрический обогреватель? Если долго будет не выключен, можно положить одежду, он недолго не выключает, сгорит. Или это провода будут окаленными, и могут произойти из-за этого пожар. Пожар. И если еще близко, легко воспламеняющиеся предметы, то они могут загореться из-за температуры. Он такой серьезный-серьезный, в тему серьезный Илья. Что-то есть дополнить, Саш? И можно просто обжечься, правда? Что еще? Еще может подойти кошка или кто у вас зарег в доме живет, и если он тогда наступит, если он будет включен, и все. Илья тоже очень сильно пострадает. Правильно, Сашенька, конечно, и для животных это очень опасно, если вдруг они себя неосторожно ведут. Хорошо. Итак, как мы распределяем фишки за этот ответ? Две Илье, он очень хорошо ответил. Ну и одну, конечно, за такое важное дополнение, Саш. Хорошо. Ребята, считайте, сколько фишек вы сегодня заработали. Я знаю, кто победитель, но хочу сказать вам вот еще такие слова напоследок. Вы знаете, кто бы вообще ни был победителем, это даже не так важно. Важно то, что, ребята, вы о безопасности после наших передач, после участия в «Стране безопасности» будете знать уже намного больше. Вы будете знать, как выступать в той или иной ситуации, сможете помочь другим людям. Вот это самое важное. Ваша безопасность и тех, кто вас окружает. Обоих поздравляю, но, тем не менее, мы должны определить победителя. И могу сказать, что в «Упорной борьбе» на этот раз в «Стране безопасности» в юбилейной 40-й передаче у нас становится... Саш, ты как думаешь, кто? Илья. Илья. У тебя, Илья, 78 фишек, и ты занимаешь первое место. А почетное, Сашенька, второе место в «Упорной борьбе» занимаешь ты, у тебя 59 фишек. Ну что ж, подарки заждались уже у вас, дети мои. Сашенька, поздравляю. Это для тебя твой заработанный подарок, а это, Ильюша, твой. Поздравляю. Спасибо. Ну что ж, присядь. Ребят, я вам желаю успехов, всего хорошего в жизни и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша «Страна безопасности». До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. До сих.